Всем здравствуйте и добро пожаловать на канал! Сегодня я покажу немного своего вязания. Это шапочки. Шапочки для дочерей и также шапочки для себя. В первую очередь, это шапочка для Анастасии. Связана она была, конечно, еще осенью. И как она выглядит, это обычной лицевой гладью связана. Она завершена по две вместе лицевые петельки. И потом стянуты оставшиеся петли ушки. А с обратной стороны, как я утеплила, связала вот такую часть просто резиночкой. Ну и Насте очень нравится шапочка. Она ее носит с удовольствием. Следующая эта шапочка связана буквально недавно. Она ее носила осенью. Вот так выглядит. Это связано из остатков. Так как, ну, хотелось мне полностью пестренько ее связать. Но пряжи не хватило. Бежевая вот закончилась. И поэтому нижняя часть шапочки выглядит таким образом. А здесь, сзади, вот такое украшение. И также, вот здесь на черном, не знаю, не видно, но вот, как бы крючком, вот так вот цветочек, пятиконечный цветок вот по этой вот пропущен, связан. Шапочка ей очень нравится, очень идет, но, к сожалению, ее нету, чтобы показать на ней. Шапочка, по которой я снимала мастер-класс для старшей дочери, решила связать подобную себе из другого цвета. Но никак не могу сориентироваться, связана она вот таким образом, но она свободная. И не знаю, если можете, подскажите, что, что можно сделать. Вот я решила, говорю, может быть, вот так вот. Я ее не ношу пока. Заколоть вот таким образом, чтобы сзади ее постоянно не поправлять. Так как она, вот смотрите, она свободно на мне смотрится. Я думала сделать ее зимней и, может быть, подклад. Если делаю подклад, то она, конечно, вообще по голове очень хорошо ложится. Вот если можете, посоветуйте, что можно сделать. Следующая, это шапочка, по которой я снимала мастер-класс. Ну, наподобие мастер-класса. Это вот такая шапочка. Шапочка или маленький берет, или объемная шапочка, можно так ее назвать. Мне нравится, она очень, я в ней ходила. Здесь единственное, что я добавила еще один ряд по краю. После того, как я связала вот эту шапочку, у меня Валерия попросила связать для нее тоже шапочку подобную. И так как у меня была куплена пряжа в софте, принеси там контейнер прозрачный, из нее получилась вот такая шапочка. Шапочка выглядит вот таким образом. Ну, вот это можно, вот это, как бы, украшение варьировать. Можно немного сюда, можно на эту сторону поворачивать. Вот, в общем-то, смотрится интересно. Связанная из пряжи софте, сейчас, номер 310. И вот осталось от шапочки, вот от двух мотков, вот осталось сколько. И это софте номер 310 цвет. Безумно она нежная, вообще такая вот приятная к голове, к телу. После того, как я связала шапочку, нам вдруг захотелось еще под нее снуд связать. Ну, так как сказано было мне на словах, мне кажется, его можно было немного и посвободнее связать. Таким образом выглядит снуд. Вот, связан он, получается, с градиентом. Начинала я вот с этого цвета. Этот цвет 316 вроде. А, 617, 617 цвет. Точно так же Бэби Элизе Софти. И, как выглядит он вместе с шапочкой. Сейчас вообще вся взлохмачусь. Ну, конечно, вот если бы было посвободнее, то было бы лучше расправлять. Я делала здесь пуговки по краю. Вот такие пуговочки. Три пуговки крупные. Вот такого формата. Оно, в общем-то, смотрится интересно. Но сейчас вот мы будем думать. И, возможно, если Валерии нужно, то мы пришьем пуговочки. Ну, и вот все. Все мои вязалки, все мои утепленные шапочки. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.